Всем привет! Сегодня у нас достаточно короткое, надеюсь не скучное видео, о том как доработать штатное реле поворотов, которое используется на многих транспортных средствах. Марка его Дэнса, Япония, такая маркировочка. Итак, в чем суть? Данное реле поворотов, оно заточено под использование с лампочками накаливания. Соответственно, когда лампы накаливания вы меняете на светодиоды, то это реле видит неисправность одной из ламп и начинает моргать очень быстро. Почему? Потому что штатные лампы накаливания потребляют порядка 3 ампер, а два поворотника из светодиодов потребляют в 10 раз меньше. Собственно, какие есть решения? Можно на Алиэкспрессе или где-то в Китае купить дополнительную коробочку, которая будет ставиться в разрез одного из проводов этого реле и моргать медленно. То есть как-то она это реле заставляет моргать медленно. То ли там нагрузка, то ли еще что-то. Даже есть регулировки в таких коробочках. Это первый вариант. Второй вариант это ставить нагрузочные резисторы на поворотниках. Этот вариант мне не нравится тем, что лишает смысла менять на светодиоды, потому что потребление у нас остается как у ламп накаливания. Тогда уж лучше лампы накаливания. Вот. Ну и третий вариант. Можно купить вот такое реле специальное, которое для светодиодных поворотников. Воткнуть его и все будет мигать нормально. Давайте посмотрим, как все происходит сейчас. Берем питание, подключаем светодиодный поворотник, втыкаем здесь в нужную ножку и подаем питание на реле. Вот так быстро будут моргать поворотники с этим реле. Так вот, каким путем пойдем сейчас мы? Мы будем делать из вот этого штатного реле, специальное тюнинговое реле для светодиодных поворотников. Мы это сделаем быстро, бесплатно и даже не нужно обладать какой-то квалификацией, не нужно даже уметь паять. Я вам сейчас все покажу. Первым делом берем плоскую отвертку. Вот здесь есть такие зацепы в корпусе. Мы просто выковыриваем вот эту заглушку. Когда вы снимете заглушку, сама плата останется внутри. Почему? Потому что она там приклеена на компаунд. И выковыривать ее будет достаточно непросто. Придется взять ножик. И вот так, опуская его вниз, обрезать этот компаунд, чтобы он отлип от стенок корпуса. Вот так вот. Вот так вот ножом. Срезать его со всех сторон. И он останется прилипшим только к гнищу. Дальше вам придется чем-то тащить. Я тащил здесь заплату, за контакты вот эти, которые близко припаяны. Как-то помогал за релюшку там крючочком. Но в итоге я эту плату оттуда выдрал. Здесь не обращайте внимания на то, что куча всяких контактов. Эта реле, она кроме прерывания поворотов, используется еще для неких функций. Там, заводки движка, по-моему. Что нас интересует в этом реле? Вы его когда достанете, оно будет вот наполовину залито таким типа силиконового герметика, мягким резиновым слоем какой-то химии. Это я его все очистил, пока пытался научить медленно моргать и распознавать даже поломку светодиодного поворотника. Ну, у меня не получилось, сразу признаюсь. Так вот, здесь стоит микросхема восьминогая, которая управляет транзистором, который, собственно, разрывает цепь и заставляет их моргать. Так вот, у этой микросхемы проверка вот этой трехамперной нагрузки, она просто вот намертво вшита внутри. Но, у нее есть переключатель, который включает либо отключает саму эту проверку. То есть, если мы этот переключатель отключим, то эта микросхема больше никогда не будет проверять неисправность поворотников. И будет всегда моргать одинаковой скоростью, медленно. То есть, вот как тут написано, 85 раз в минуту. Смотрите, я буду выпаивать. В вашем случае понадобится просто ножик. Покажу поближе. Если мы возьмем контактами к себе, вот это реле у нас получается справа, вот здесь будет просвечиваться, ну, торчать немножко вот этот бочонок, то вот здесь вот так, если мы сделаем ножиком вдоль этого бочонка, в принципе, ничего не испортим. Вдоль этого бочонка ножиком срезаем до самой платы вот под таким углом герметик. И у нас на этой стороне остается резистор. Мы его дальше просто вот так отгибаем и вместе с герметиком можем, ну, либо отломать, либо оторвать, все что угодно. Наша задача убрать его с платы любым доступным для нас методом. Вырвать, выкусить, ну, я смогу его выпаять. Все. Задача решена. Дальше, ну, в вашем случае здесь можно будет просто поступить, засунуть это обратно. Тут, в принципе, все будет залито герметиком и ничего страшного, если попадет немножко влаги, она контактом не доберется. Ну, либо в моем случае я наполню вот этот корпус герметиком, сделаю такую ванну где-то на треть корпуса и в эту ванну опущу всю эту плату. Все. Собираем в обратной последовательности, засовываем в корпус, засовываем вот эту крышку, защелкиваем, два щелчка услышали. И давайте проверим, что у нас получилось. Берем питание, подключаем. Распиновку я вам приводить не буду, это лишнее. Вам просто нужно знать, что нужно выкусить этот резистор. Включаем. Светодиодный поворот моргает с нужной нам скоростью. Я ошибался. Когда подключил все на месте, повороты работают. А если включаю аварийку, происходит следующее. Все. Тишина. Отключаю аварийку, включаю. Два моргания и тишина. Сначала я реле отнес обратно на стол, подключил все 4 поворотника и все моргало нормально. Пришел сюда, подключил все, как должно быть и вот такой эффект. Возможно, это как-то связано с длиной проводов, возможно, еще с чем-то. В общем, я неугомонный. Вскрыл реле и начал экспериментировать. Я обнаружил, что у данной микросхемы одна нога, вот эта вот, она не распаяна. На плате дорожки нет. Ну и я решил поэкспериментировать. В крайнем случае, я бы просто выкинул эту микросхему и поставил бы другую, и все бы заработало. Но я решил, что не может так быть. В итоге, если припаять резистор между вот этим контактом и вот этим, то все работает. Сейчас припаяю и покажу. Получилось вот так. Резистор, тот, который я выпаял, вот здесь с угла, вот две дырочки вверху, я засыпаю, засунул в термоусадку и припаял вот так. Лишнюю ножку обрезал. Засовываем корпус. Ставим крышку на место. Защелкиваем раз щелчок, два щелчок. Втыкаем реле на место и проверяем. Зажигание. Левый поворот. Правый поворот. Аварийка. Ну вот, теперь работу можно считать законченной. Если что-то подохнет в ближайшее время, я дам вам знать. Вам не нужно покупать китайские коробочки, портить проводку. Мотоцикла штатную. Не нужно покупать вот такие тюнинговые дорогие реле. Ну, скажем, такое реле будет стоить в районе трех с половиной тысяч рублей, которое будет уметь работать с поворотниками. Надеюсь, это видео было полезно. Надеюсь, кто-то из вас воспользуется моим опытом, скажет спасибо, может быть поставит лайк. А на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok